Перечень технически сложных товаров. Сегодня рассматриваем все технически сложные товары, используем постановление правительства, все подробно объясняем, даем комментарии. Не рассматриваем особо всякие там самолеты, вертолеты, катера, но рассматриваем все, что касается нас, обычных потребителей. Телефон, планшет, ноутбук, является ли все это технически сложными товарами. Сразу говорим, почему отдельное постановление? Потому что есть федеральный закон о защите прав потребителей. Он статичен, в него нельзя особо ничего вносить. Это очень сложно внести изменения в федеральный закон. Но федеральный закон о защите прав потребителей регулярно ссылается на перечень технически сложных товаров. Он, соответственно, гораздо более такой мобильный, подвижный, потому что принимается и обновляется за счет постановления правительства. И вот смотрим, сейчас у нас действует редакция 2019 года. То есть ее в последний раз изменяли два года назад. Почему это важно? Это важно, чтобы было легко изменяемо, потому что все время появляются только какие-нибудь квадрокоптеры, гироскутеры, электросамокаты, новые устройства. То есть, когда технология быстро развивается, хорошо иметь отдельный, легко меняемый перечень. Все, запомнили. Итак, у нас есть федеральный закон, есть отдельный перечень, устанавливаемый постановлением правительства. И вот сейчас мы читаем РФ номер 924 в редакции 2019 года об утверждении перечня технически сложных товаров. Все, поняли, почему перечень? Переходим конкретно к пунктам. У нас 14 пунктов. 14. Большая часть из них вообще не имеет отношения к нам, простым потребителям. Там очень сложные, замудренные товары. Какие имеют, мы сейчас рассмотрим. Пункт 1. Легковые самолеты, вертолеты и летательные аппараты. Понятно. Неважно. Пункт 2. Автомобили, мотоциклы, мотороллеры с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем. Окей, но мы и так понимали, что просто так нам никто не даст вернуть автомобиль или мотоцикл. Если захотим вернуть, то придется действовать четко и по большому, так сказать, сценарию. Дальше. Пункт номер 3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы. Опять, абсолютно не про нас. Пункт номер 4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания для передвижения по снегу. Опять не про нас. Пока у нас только два пункта было. Автомобили и мотоциклы. Дальше. Пункт номер 5. Сюда, спортивные, прогулочные, лодки, яхты, катера. Понятно. Но, в общем, это все не наши сценарии. Дальше. Пункт номер 6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющей сенсорный экран и обладающей двумя или более функциями. Очень важный пункт. Потому что сюда, заранее вам говорю, входит мобильный телефон. Почему он сюда входит? Читаем. Оборудование навигации и оборудование беспроводной связи. Один момент. Вот. И, соответственно, что мы должны учитывать? Что? Тут должен быть сенсорный экран. Так и написано. Имеющий сенсорный экран. Опять же, если у нас телефон вот такой, простой, без экрана сенсорного, то он не является технически сложным товаром. Еще есть такой критерий. Обладает двумя и более функциями. И кто скажет, ну у меня iPhone, а что, он обладает разными функциями разными? Да, потому что тут есть навигатор, интернет, будильник, фонарик, звонки и так далее. Поэтому по пункту 6 все телефоны, кроме кнопочных, входят в перечень технически сложных товаров. Все, запомнили. Это важный вот третий товар. Дальше. Пункт номер 7. Системные блоки, компьютерные, стационарные, портативные, включая ноутбуки и персональные электронные вычислительные машины. Под критерий, портативные, включая ноутбуки, входят все планшеты. Верховный суд некоторое время назад дал четкое разъяснение. Все планшеты, это технически сложные товары, они входят в пункт 7. Значит, мы запоминаем, что мы пока запомнили. Машины, мотоциклы, соответственно, сотовые телефоны с экраном и сенсорным. И у нас дальше, соответственно, ноутбуки, планшеты, компьютеры. Окей, все. Опять же, кто-то входит, скажет, кто-то скажет. А материнская плата входит? Аудиокарта. Ну, смотрим. Тут написано системные блоки, компьютеры стационарные и, соответственно, планшеты, ноутбуки и так далее. Тут есть аудиокарта? Нет. Видеокарта есть? Нет. Материнская плата? Нет. Значит, ни материнская плата, ни видеокарта, ни аудиокарта не являются технически сложным товаром. Заранее предупреждаю. Как человек, который видел очень много обращений и лживых ответов магазинов по поводу технически сложных товаров, всем людям, покупателям и продавцам почему-то есть свойство склонности относить свой товар к технически сложным. Вот они, видят, написано системные блоки, компьютеры и, включая ноутбуки, и думают, а, у меня материнская плата в компьютере, значит, она технически сложная. Нет, это не так. Запомните, никаких расширений, как вам хочется или кажется, нет. Вот есть перечень, вот как в нем, так и, соответственно, в реальности. Будет думать суд, если до него дойдет. И, соответственно, никто не собирается какие-то ваши дополнительные изыски сюда присоединять. Окей? То есть не надо думать, что если есть компьютеры, то все, что внутри компьютера, это технически сложные товары. Ничего подобного. Читаем дальше. Пункт номер восемь. Лазерное и встроенное устройство. Ну, принтеры имеется в виду, мониторы с цифровым блоком. Ага, запоминаем, значит, мониторы и принтеры. Окей. Компьютеры, сами целые компьютеры, мониторы, принтеры и планшеты. Окей. Дальше. Пункт номер девять. Комплекты спутникового телевидения. Окей. Игровые приставки. Да, все, поняли. Игровые приставки, комплекты спутникового телевидения. Пункт номер десять. Телевизоры и проекторы. Вот как хорошо написано все. Пункт номер одиннадцать. Оптическое фотооборудование. Телевизоры, проекторы, игровые приставки, фото и видеокамеры. Хорошо. Ну, они реально сложные. Что такого? Дальше. Пункт номер 12. Холодильники, морозильники. Запоминаем. Пошла бытовая техника. Группа холодильники, морозильники. Дальше. Автоматические стиральные сушильные машины, кухонные комбайны, электрические газовые плиты. Дальше. Духовые шкафы, микроволновые печи, роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели. Такой перечень. Как надо действовать? Смотрим. Читаем этот список. Мы не можем все это в голове держать. Пункт номер 12. И если есть ваш товар, когда вы думаете, вот у меня фен, да? Фен, он сломался. Он является технически сложным или нет? Открываем этот 12 пункт. Тут есть, смотрите, да, кондиционеры, водонагреватели, роботы-пылесосы, стиральная машина. Но фена нет. Значит, фен не является технически сложным товаром. Обратите внимание, роботы-пылесосы. Это отличный пример, почему нужно именно постановление правительства отдельно вводить перечень технически сложных товаров. Понятное дело, что 20 лет назад, 30 лет назад, когда вводился федеральный закон о защите прав потребителей, никаких роботов-пылесосов не было. Вы представляете, там распад СССР, люди там еду пытаются себе давать, а тут робот-пылесос. Вы скажите человеку, робот-пылесос, робот-пылесос. Он дома у вас, робот, ездит и пылесосит живой. Поэтому и постановление правительства. Пункт номер 13. Часы наручные, карманные, механические, электромеханические и электронные. То есть Apple Watch, например, входит, да, часы какие-то сложные, дорогие, входят. Да, все запомнили. Пункт номер 14. Инструмент электрифицированный. Машины ручные и переносные электрические. Все. Все. Это полный перечень. Сейчас давайте зададимся простыми товарами и будем отвечать, входят ли они в перечень технически сложных товаров. И мой любимый пример из других видео. Аккумулятор для автомобиля. Входит или нет? Нет, потому что его тут нет. Что вы тут думаете? Да, он электрический, да, он сложный, да, он большой и тяжелый, но это не значит, что он технически сложный. Не надо расширять список. Аккумулятор не входит. Дальше. Давайте еще. Телефон. Входит. Телефон кнопочный. Не входит. Микроновая печь. Входит. Роутер. Роутер, который раздает Wi-Fi. А? А? Да не входит, потому что его тут нет. Нет, мы что, мы сейчас читали полный список. Все, что тут не названо, то не входит. Понимаете, какая логика? А электросамокат, а? Не входит, подождите, по-моему, мотоциклы, мотороллеры, а, и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, предназначены для движения по дорогам общего пользования. Вот тут сложный вопрос, потому что, с одной стороны, вы поняли, да, что вроде бы это транспортное средство, и есть электродвигатель, но, с другой стороны, они не предназначены для движения по дорогам. Вот пока вот эти. Это уже больше к вопросам ГИБДД и ПДД, потому что там до сих пор этот вопрос, вы знаете, решают активно. Что вроде как человек на самокате, это пешеход. Давайте еще товары. Какие-нибудь вот, вот, вот вас бы сейчас поспрашивать, какие еще товары, а, да? Электрический, нет, массажер, например, не входит, понятное дело. Дальше. Электрическое кресло, знаете, которое вот так работают, массаж делают, не входит, потому что его тут нет. Какие еще могут быть варианты? Я просто думал, о чем, что чаще всего возвращают. А, наушники. Это грандиозный вопрос. У нас на канале больше 10 вопросов, где люди возвращают наушники. Наушники, ну, компьютерные наушники имеется в виду, входят? Не входят, конечно же, потому что их просто нет в списке. Наушники – нетехнически сложный товар, да? Запомнили. Мышка – нетехнически сложный товар. Клавиатура – нетехнически сложный товар. Видеокарта, материнская плата – все нетехнически сложный товар. Получается, у компьютера только монитор, сам компьютер, ну, или планшет, и что там у нас было еще. И все. Вот. Все, вы поняли логику. Давайте резюмируем, для чего надо знать, что такое перечень технически сложных товаров. Это важно, потому что у нас товары, которые обычные, нетехнически сложные, можно вернуть в течение всего срока гарантии, деньги забрать себе или бесплатно починить. Вы это знаете. Окей. А на технически сложные товары есть ограничение, что первые 15 дней при любом недостатке сразу возвращаем деньги, возвращаем товар. Все. Это прямо в законе четко написано. И у нас есть отдельное постановление Верховного Суда, которое так и говорит, что при любом малейшем недостатке можно возвращать технически сложный товар на только первые 15 суток. А после, да, дальше, дальше, дальше в течение всего срока гарантии можно вернуть деньги или бесплатно починить, заменить, только если есть существенный недостаток. Что такое существенный недостаток? У нас в преамбуле федерального закона написано, это недостаток, который там более 30 дней, чем внутри года, более чем 30 дней за год не дает им пользоваться товаром, или это товар, который, соответственно, очень дорого чинить, или, как вам такая формулировка в федеральном законе, или другие недостатки. Технически сложный товар можно вернуть при наличии существенного недостатка. А что такое существенный недостаток? Другие недостатки. Вот так написано в федеральном законе. То есть это вопрос, конечно же, спорный, который всегда будет решаться в суде, где вы будете считать, что у меня существенный недостаток. Магазин скажет, нет у вас не существенный недостаток. А рассудит, кто? Суд. Правильно. Поэтому, чтобы такого не было, лучше возвращать в первые 15 дней. Потому что в первые 15 дней на технически сложные товары не действует никаких ограничений по принципу существенного недостатка. При любом недостатке возвращаем деньги в первые 15 дней. Все, запомнили. Так, с этим разобрались. Еще есть вопрос, это статья 18-19, возврат товара по гарантии. Статья 25, это что-то обмен товара. Технически сложные товары нельзя менять. Точнее у нас как написано там, что нельзя менять технически сложные товары с гарантией год или более. Запомнили. Если гарантия меньше года, то так же можно менять. Но почти на все это гарантия, конечно, год или более. И это значит, что если вам товар не подошел по цвету, габариту, комплектации, то по статье 25 исправный качественный товар поменять нельзя. Например, это что? Нельзя поменять телефон, да. То есть вы пришли, вот вопрос был на канале. Купил телефон для родителей, им оказалось маленький экран, пришел заменить на экран побольше, потому что мне не подошел по цвету габаритам и комплектации. Человеку отказали. Кто прав? Магазин прав, потому что статья 25 говорит, что обмену товара надлежащего качества не подлежит, если он находится в перечне технических сложных товаров. Где у нас есть пункт 6 телефон. Да, все видим, как мы все разобрались, во всем ориентируемся классно. И все. Ну, самое важное. Смотрите, если вы не очень в всем разбираетесь, еще немножечко не совсем в этой зоне специалист, и вы думаете, как вы должны мыслить? Мы должны мыслить так, так, мой товар, возможно, технически сложный, возможно, нет. Точно я не знаю. Поэтому лучше всегда при каком-то дефекте вернуть в первые 15 дней. Потому что первые 15 дней для всех товаров единые, да? Это уже после 15 дней начинаются там какие-то то да, то нет, то существенные, то несущественные и так далее. Поэтому всегда помните, первые 15 дней. И тогда вам не надо ни в чем разбираться. Сложные, несложные, вот первые 15 дней возвращаете и живете радостно. Но если вы их пропустили, то, конечно, шансы ваши в течение всего 40-го гарантии вернуть деньги, даже на технически сложный товар, очень велики. Но тогда вам надо посмотреть соседние мои видео, где все расписано, как это делать. Все, вот и вся информация, соответственно. Вы теперь все знаете. Если понравилось видео, номер карты в описании. Что-то я не встречал на YouTube видеороликов, которые делают обзор перечня технически сложных товаров с комментариями. Поэтому, если мое видео вам помогло, что-то порешало, ты, кстати, в голове все разложила по полочкам, номер карты в описании можете меня отблагодарить маленьким донатом 30, 50, 70 рублей на пирожок, на булочку, на чаек, чтобы компенсировать время на распечатку всех этих пунктов, поисках в интернете, анализ, рассказы, введение канала, загрузку видео, оформление. Ох, сколько там всего, а? Вы бы только знали. Поэтому, если будет поддержка, то я буду благодарен. А если поддержки не будет, а? А если не будет, то я все равно буду снимать видео. Ха-ха, потому что я считаю, что делаю полезное дело. Я позволяю магазинам не нарушать права. Позволяю вам знать свои права. И разъясняю, как вот все, собственно, организовано на стране. Тем более, федеральный закон о защите прав потребителей, крутой закон. В нем очень все здорово организовано, и при него прям приятно рассказывать. Он очень гуманный, человечный. Вот. Антимагазинный, я бы даже сказал. Он прям для меня загадка, на самом деле. Вот если честно, это опять бонусная информация. Если честно, то вот покупатель, вот магазин. И я много раз говорю, что ну вот такой перевес. Ну прям какой-то неадекватный. У нас люди к этому привыкли, уже пользоваться начали потихоньку. За рубежом, от этого даже мыслить никто не мыслит. Чтобы можно было товар, в течение двух лет спокойно деньги за него возвращать. Что? Что если на товар не делают срок службы, то 10 лет можно бесплатно чинить. И если товар возвращаете, то вы выбираете, какую цену хотите вернуть, текущую или по какой купили. А магазин там не может, тут не может, там не может. Надеюсь, какая-то интересная есть штука. Может быть, поэтому магазины так лукавят и хитрят всегда при возврате. Но не суть. Благодарю вас за внимание. Увидимся в следующих видео.